Продолжение следует... 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 И по своему великому смирению святой подвижник усердно молился Господу, чтобы Господь сподобил его служить ближним таким образом, чтобы они не прославляли Его. Зато Симеон избрал для себя трудный подвиг и родство Христа ради. Придя в город Кимесу, он остался в нем и вел себя как безумный, совершая странные поступки, за что подвергался насмешкам, брани и побоям. И между тем совершал много добрых дел. Он изгонял весов, исцелял болезни, избавлял от скоропостижной смерти неверующих, приводил к вере, грешников к покаянию. Все эти добрые дела он совершал подвигом юродства и никакой похвалы или благодарности от людей не получал. Но высоко чтил своего духовного брата преподобный Иоанн. Когда в пустыне его навещал кто-либо из жителей города и мессы, прося советы и молитву, он неизменно направлял их к юродивому Симеону, который мог лучше преподать совет духовный. В житии описывается ротоборство Андрея с демоном на ведро небес и ада. Победа приносит ему величайший дар – юродство. После этого всю жизнь он юродствует в Константинополе. Он ходил по улицам полуногой, едва прикрытый тряпьем, терпеливо сносил насмешки, добровольно подвергался избиению, спал на санцепеке и нагноюще, общался с блудницами. Имя святого Андрея внесено в месяц слова и Синоксаре впервые не ранее XII века, составление которого приписывается диакону Великой Константинопольской церкви Маврикию. Будучи купленным в рабство, Андрей показал себя умным и книжным человеком, ревностным христианином. Вот как об этом повествуется в житии. Родом он был с Киев, а купил его господин, когда он был еще ребенком. Мальчик был весьма красив видом, так что даже его хозяин им восхищался и использовал для важных поручений. А для изучения священного писания отдал его в школу. Отрак же, будучи смышлен, в скором времени выучился псалтыре и счету, так что даже учитель удивлялся его одаренности. Да и никто не мог подумать, что он скиф из-за его внешнего вида, а также из-за благоразумия души, скромного поведения и аккуратности записи. Поэтому хозяин назначил его при себе песцом. И был он очень любим господином своим и госпожою, равно и все домочадцы сильно привязались к нему. Хозяин же одаривал его щедрыми дарами, отдавая ему много из одежды, в которую до этого сам облачался. Ибо видел, как тот по своей доброй воле проявлял старание в его дому. Так что наблюдавшие это говорили, дескать, раб облачен в лучшие одежды, нежели господин. А читать он любил священное писание, но еще больше мученичества святых и жития богоносных отцов, отчего воспаловало сердце его верою в них и пробудилось для подражания прекрасным их деяниям. И вот, начиная с самого себя, двинулся он по такому пути. Надо сказать, что житие Андрея Цареградского было очень распространено на Руси. Его национальность позволила отождествить его сначала со славянином, затем с русином и, наконец, с новгородцем. Этой популярности способствовала эсхатологическая концовка жития. Во всех славянских житийных списках святой Андрей Юродивый называется славянином, по-греческому подлинный кускив. Но так в продолжении долгого времени греки ошибочно называли и восточных славян, смешивая их с обитавшими прежде в восточной Европе диким кочевым народом, с кифами. Андрей Юродствовал, чтобы скрыть близость к горнему миру, чтобы удобно совершать молитву, не будучи ни похваляемым за святость, ни отягчаемым просьбами со стороны верующих. Из всех отношений с миром Юродиму остается только презрение и поношение. Этого он и ищет. Юродство не путь стяжания молитвы, а скорее способ сохранения молитвы и еще способ служения. Можно ведь подумать, раз ты такой святой и так огненно молишься внутри своего сердца, то иди себе в пустыню или на гору и там совершай свою необычную жизнь. Зачем же ты толчешься на рынке и спишь на пакете? Дело в том, что Юродивый живет в мире ради этого же мира. Он уже не бежит из мира, боясь соблазниться чем-то, но намеренно пребывает посреди его. Чтобы молитва, которая в Юродивом грела мир, который является слепым по отношению к событию духовным. Блаженный, Юродивый, человек, взявший на себя подвиг внешнего, то есть ненастоящего безумия с целью достижения смирения, уничтожения своей гордыни. Терпя на смешки окружающих, Юродивые показывали людские пороки, утешали бедных и больных, обладали даром предвидения. Блаженные выглядели очень странно, одевались в лохмоть и ели то, что подавали добрые люди, не имели свои крыши над головой. Но эти люди имели от Бога дар – видеть каждого человека и знать его будущее. И вот, изучив священное писание, Андрей часто ходил по церквям, молился Богу и читал священные книги. Однажды ночью, когда он стоял на молитве, наподобие сказавшего, в полночь вставал в славословие тебя за праведные суды твои. Тогда, исполненный зависти к нему, явился коварный дьявол, стал сильно стучать в двери комнаты, где находился юноша. Испугавшись, он перестал молиться, лег на постель и накрылся козлиной шкурой. Увидав это, сатана обрадовался и сказал, недавно еще он вкушал бобы, а теперь уже вооружается на нас. «Блаженный же от страха крепко уснул и во сне имел видение, будто он на большой площади, по одну сторону которой стояло множество эфиопов, а по другую – множество святых мужей в белых одеждах. Между обеими сторонами происходило как бы состязание и борьба. Эфиопы, имея на своей стороне одного черного исполина, с гордостью предлагали стоящим в белых одеждах, чтобы они представили из своей среды такого борца, который был бы в силах бороться с их черным эфиопом, тысяченачальником их бесчисленного легиона. Черновидные эфиопы хвастались своей силой. Блаженный Андрей стоял там же и смотрел, желая узнать, кто решится вступить в борьбу с этим страшным противником. И увидал спустившегося с высоты прекрасного юношу, который держал в руках три венца. Один из них был украшен чистым золотом и драгоценными камнями, другой – крупным блестящим жемчугом, а третий, наибольший из венков, сплетен был из неувидаемых белых и красных цветов из рая. Эти венцы были чудной красоты. Андрей захотел получить хотя бы один из них, из этих трех венцов, и, подойдя к дивному юноше, он предложил продать их и получил отказ. Тот прекрасный юноша поведал ему, каким образом можно получить эти венцы, и научил, как не бояться и побеждать темных духов в образе страшных эфиопов. Он говорил, когда эфиоп тебя схватит и начнет бороться с тобою, ты не бойся, но схватись с ним крестообразно, и увидишь помощь Божию. После этого блаженный выступил вперед и вызвал эфиопа на борьбу. Устрашая и грозя, эфиоп подошел, схватил Андрея и в продолжении весьма долгого времени переворачивал то в одну, то в другую сторону. Андрей был уже одолеваем эфиопом, но, оправившись крестообразно, устремился на него. Бес рухнул, как громадное подрубленное дерево. Одетые же в светлые одежды пришли в великую радость. Они подняли Андрея на своих руках вверху и торжествовали его победу над эфиопом. Ступай с миром, с этого времени ты будешь нашим другом и братом. Иди же на подвиг добродетели, будь нагим и юродивым ради меня, и ты явишься в день моего царствия причастником многих благ. Блаженный Андрей пробудился ото сна и удивлялся необычайному сновидению. И с того времени он сделался Христа ради юродивым. На другой день он помолился, взял нож и пошел к колодцу. Тут снял с себя одежду и, представляясь лишенным разума, изрезал ее на части. Повар, пришедший к колодцу за водой, позвал господина своего, который подумал, что Андрей одержим весом. Наложил на него железные веридии и приказал везти к церкви святой Анастасии. Андрей в течение дня представлялся лишь тонным разума, а ночью молился Богу и святой Анастасии. В видении ему представилось, что пять женщин и один светлообразный старец ходят, врачуя и посещая больных. Пришли они также к Андрею, и старец сказал старейшей женщине, «Госпожа Анастасия, почему же ты не уврачуешь его?» Учитель, отвечала женщина, его врачевал тот, кто сказал ему, «Сделайся ради меня юродивым, и в день моего царствия будешь причастником многих благ». Ему не нужно врачевание. Надо полагать, что учителем святой Анастасии был известный своей ученостью, а впоследствии ставший мучеником святой Хрисогон. Память его совершается 4 января по новому стилю. Хрисогон учил Анастасию священному писанию и исполнению за фона Божия. Святой Хрисогон явился пресвитеру Заилу, который похоронил тело святого, и предсказал о близкой кончине трех юных христианок, живших недалеко – Агаты, Теони и Ирины. И также святая Анастасия познакомилась с молодой вдовой христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти анфипатам, то есть начальникам области Никитием, и в их родном городе Никеи. Надо полагать, что именно с этими святыми мученицами и явилась Анастасия блаженному Андрею. Однажды блаженный Андрей ночью возносил по своему обычаю в глубине своего сердца молитвы Богу и святой Анастасии мученицы. И вот пришел к нему в явно видимом образе дьявол со множеством бесцов, держа секиру. Ринувшись на святого, он хотел рассечь его. За ним кинулись и все остальные демоны. Святой же, воздев со слезами руки, лазопил ко Господу. Не предай зверям душу, воздающую тебе славу и честь. Святой апостоле Иоанне Богослове, помоги мне. И вот прогремел гром, явилось множество людей и предстал благообразный старец, имевший лицо светлее солнца. И с ним великое множество слуг, и все эфиопы были схвачены. Святой же Иоанн повелел пришедшим с ним людям, одетым в белые одежды, снять шеи Андрея железные велики, и все эфиопы были жестоко наказаны. После того, как одетые в белые одежды ушли и демоны исчезли, тот благолепный старец подошел к рабу Божию Андрею и, возложив на его шею береги, сказал ему, «Ты видишь, как поспешил я к тебе на помощь, потому что Бог поручил мне попечение о тебе». «Господин мой», — сказал Андрей, — «кто ты?» Старец же ответил, — «Я тот, кто возлежал на песах Господня». Блаженный Андрей прославил Бога за то, что он послал ему на помощь возлюбленного ученика своего. После явления святого Иоанна, Блаженный Андрей, будучи по-прежнему скован, пришел в восторженное состояние. Он увидал себя в царских палатах. На престоле в Великой Славе сидел царь, который подозвал Андрея к себе и спросил, «Желаешь ли всей душой трудиться для меня?» Андрей отвечал, «Желаю, Господи». Царь дал ему вкусить нечто весьма горькое и при этом сказал ему, «Таков скорбный путь работающих в этом мире». После того он дал вкусить Андрею нечто белее снега и слаще маны. Вкусив, Андрей возвеселился и позабыл горечь первой снеги и сказал ему царь, «Такова у меня пища для служащих мне и мужественно до конца претерпевающих. И ты соверши свой подвиг, как начал, ибо перенесши всей жизни немного страданий, ты будешь вечно пребывать в жизни нескончаемой». Пробудившись ото сна, Андрей пришел к мысли, что виденная им первая пища, горькая, преобразует терпение в здешнем мире, а последняя сладкая – жизнь вечную. Святитель Иоанн Златоуст говорит, «Мы имеем непобедимого союзника, благодать духа, потому что мы научены такому искусству, что можем ротоборствовать не с людьми только, но и с демонами». После этого господин Андреев в продолжении четырех месяцев, державший его при себе, отпустил на свободу. Притворяясь лишенным разума, Андрей стал бегать по улицам, ходил по городу, терпя недостатки, скорби, озлобления, как говорит апостол в послании к евреям в 11 главе. «Одни ругались над ним, как над безумным, другие прогоняли его от себя, гнушаясь им, как нечистой собакой, иные же считали его заодержимого бесом, а малолетние отроки смеялись и били блаженного. Он же все претерпевал и молился об оскорблявших его». Вот в этом месте мы находим слова апостола Павла к евреям в главе 11. То есть «Житие» как бы дает нам некую ссылку на тексты Священного Писания, и вот таких литературных приемов немало встречается в текстах «Жития». Давайте прочтем, о чем говорится в этой главе. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милоких и коздях кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли», продолжает Святой Апостол. «Мы во сне не испытывали того, в чем эти мужи провели все время, не в наказание за грехи, но постоянно совершая добрые дела и постоянно подвергая скорбям. «Представь Илью, о котором говорит апостол в словах про Идоша в милотях. Милоте же – это кожа козы или овцы. По преизбутку скорбей они не имели ни одежды для прикрытия себя, ни города, ни дома, ни убежища, ни даже покоя. И там скитались, и оттуда были изгоняемы», поясняет святитель Иоанн Златуус. «И все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Святитель Иоанн Златуус вопрошает, «Какая же награда за такую надежду? Какое воздаяние? Великое и столь великое, что даже не может быть выражено словом. Но они еще не получили этого, еще ожидают, скончавшись в таких скорбях. Уже прошло столько времени, как они остались победителями и еще не получили награды. А вы, находясь еще в подвиге, сетуйте. Подумайте, что значит и чего стоит Аврааму и апостолу Павлу ожидать, когда ты достигнешь совершенства, чтобы тогда иметь возможность получить награду. Спаситель предсказал, что Он не даст им награды, пока мы не придем, подобно тому, как чудолюбивый Отец говорит благонравным и исполнившим свое дело детям, что не даст им есть, пока не придут их братья. А ты сетуешь, что еще не получил награды. Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною? Что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Видишь, что мы имеем преимущество перед ними? Поэтому хорошо сказал апостол, чтобы не казалось, будто они имеют преимущество перед нами в том, что увенчаются первые. Бог определил увенчать всех в одно время. И тот, кто победил за столько лет, получит венец вместе с тобой. Видишь ли попечение о нас, Божие? Праведники, потому и достойны удивления, что они радуются благам братьев так же, как своим собственным. И они сами желают быть увенчанными другими, потому что в общем прославлении больше удовольствия. Говорит Златоустов. И вот восстав поутру, Андрей совершал свой путь и целый день постился. А с наступлением вечера он высматривал место, где лежали собаки. И придя туда и прогнав их, ложился как на подстилку, голый, не имея ничего, даже циновки. Но только шерстяную накидку. А наутро опять вставал и говорил самому себе. Вот ничтожный Андрей, ты выспался, как пес среди псов. Пойдем, поработаем снова. Ибо смерть приближается. Ведь никто не введет тебя в заблуждение, будто в смертный час поможет тебе хоть кто-нибудь. Ибо каждый человек будет есть плоды трудов, от урожая его в час исхода из тела своего. Итак, беги с мукою, презираемый в этом мире, чтобы принести хвалу и славу небесному Царю, Господу нашему, Иисусу Христу, Сыну Божьему. Или кто, если из милостивых людей подавал Андрею милостивю, он принимал ее, но отдавал другим нищим. Впрочем, он раздавал так, чтобы никто не знал, что он подает милостивю. Он как бы сердился на нищих и как бы желая их побить, ронял деньги, которые держал в руках, а нищие их подбирали. С наступлением утра он приходил священнику Никифору и рассказывал о своих видениях, которые впоследствии и написал о житии блаженного Андрея. По совещанию именно с этим священником святой Андрей и начал подвиг юродства. Этот священник Никифор служил в храме Святой Софии при мудрости Божьей. Однажды, когда Андрей был неподалеку от притонов блудниц, одна из бесчестных женщин схватила и затащила его в свою комнату. Когда же он вместе с ней вошел, остальные блудницы обступили его и стали спрашивать в насмешку, как ты стерпел такое? Праведник же ничего не отвечал им. Тогда они, колотя его по шее, пытались склонить целомудренного мужа к бесстыдству, говоря, соблуди, юродивый, и насыть желание своей души. Но они не смогли направить его к оберезительной похоти, поэтому отступили вдоволь, насмеявшись над ним. А праведник заметил среди распутниц демона блуда, и был он видом, как эфиок. На голове не волосы, а испражнения с пеплом смешанные. Глаза у него были лисьи, а с плеч свисают жалкие лохмотья. Испарение и зловония от него исходило тройное, как от гнили, грязи и нечистот. Так что блаженному от этого горького зловония стало противно, и он непрерывно сплевывал на демона. Увидев же его отвращение, без распутства издал такой крик. Меня люди, как сладкий мед, лелеют в сердцах своих, а этот, насмехающийся над миром, содрогаясь от ужаса, оплевал меня. Конечно, не благого дела ради прикинулся к юродивым, а желая на самом деле совершенно избавиться от телесного рабства. И вот в то время, как блаженный чувственно узрел демона, блудницы ничего не видели. Посмеявшись над его уродливостью и шипнув, он погнал демона прочь. В книге «Невидимая брань» святителя Василия Великого мы находим такую цитату о блудных фантазиях. «Каждый человек в теле всем живущий походит на живописца, рисующего какой-нибудь образ в сокровенном месте, как этот живописец, когда, окончив картину, вынесет ее на выставку, хвалим бывать зрителями, если хороший избрал для нее предмет и нарисовал его хорошо, и напротив бывает порицаем, если и предмет избрал дурной и нарисовал его плохо. Так и каждый человек, когда по смерти предстанет на суд Божий, имеет быть похвален и углажен Богом, ангелами и святыми, если украсил ум свой и свое воображение светлыми, божественными и духовными образами и представлениями, и напротив имеет быть посрамлен и осужден, если наполнил свое воображение картинами страстными, срамными и низкими. В самом начале, когда я был молодым послушником, я сказал духовнику, что я принял блудный помысел, и духовник не ответил, никогда не принимай. И с тех пор прошло 45 лет, я ни разу не принял блудного помысла, ни разу ни на кого не прогневался, ибо душа моя помнит любовь Господню и сладость Духа Святаго, и я забываю обиды. Так пишет преподобный Силуан Афонский, повествование о пережитом опыте и о некоторых встречах и беседах с подвижниками. А святитель Иоанн Златоуст говорит, пожелания наши возбуждаются не из других источников, как от развращенной воли и невнимания к помыслам. Однажды в Константинополе у некого знатного мужа умерла дочь, которая прожила жизнь свою в детственной чистоте. Когда она скончалась, похоронили ее по христианскому обычаю. В то время был в Константинополе гробокопатель, который, разрывая могилы, снимал с мертвецов одежды. То и на дороге он наблюдал, где будет похоронена девица. Заметив место ее усыпальницы, он решился с наступлением ночи разрыть могилу и снять одеяние с мертвых. Случилось, что и святой Андрей, твоя обычные подвиги юродства Христа ради, пошел на то место. Как только заметил он гробокопателя, провидел духом злое его намерение. Желая отклонить вора от задуманного дела и зная, какое последует ему наказание, святой сказал, «Так говорит дух, судящий похищающих одежды, лежащих в гробах, не будешь ты больше видеть солнце, не будешь видеть дня, ни лица человеческого, померкнет для тебя день и уже никогда не просветлеет». Услышав, гробокопатель не понял, о чем говорил святой и отошел, не обращая на слова его никакого внимания. С наступлением вечера, выбрав удобное время, вор вошел в гроб и прежде всего взял верхнюю одежду покойной и все украшения, ибо они были многоценны. Взяв это, он намеревался удалиться, но какой-то внутренний голос подсказал ему, «Сняли и рубашку, ведь она хороша». Сняв рубашку с девицы, гробокопатель хотел выйти из могилы. Мертвая же девица по повелению Божию подняла свою правую руку и ударила его по лицу и он ослеп. Умершая же девица сказала, «Несчастный и отверженный человек, ты не побоялся Бога, не подумал того, что и ты человек, но теперь я поступлю с тобой так, что ты никогда не будешь больше воровать, дабы тебе было известно, что жив Бог Иисус Христос и что по смерти есть суд, воздаяние и наказание». Сказав эта девица встала, взяла свою рубашку, облеклась в нее и, возложивши на себя все одежды и украшения, легла и сказала, «Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». С этими словами она снова почила в мире, а тот отверженный о причинах слепоты рассказывал совсем не то, что было в действительности, но впоследствии рассказал все, что с ним случилось одному своему другу. И с тех пор он стал просить милостыню и таким образом добывал себе пропитание. И часто он говорил себе, «Будь проклята, гортань моя, ибо из-за тебя постигла меня слепота». Вспоминал он также и святого Андрея и удивлялся, как все исполнилось согласно провиденному и предреченному святым. Из собрания сочинений святителя Григория Богослова «Много потерпела гробница, а больше потерпел тот, кто раскопал ее. Если умрешь, тебя не примет могила. Видно, человеку наскучило уже проводить по земле борозды плугом, перепрылывать море, брать в руки все неизлагающее копье, то есть стать воином, а только бы с киркой и со свирепым сердцем в груди, входя в гробнице отцов, искать там золото». На этом хотел бы завершить сегодняшнее чтение о жизни и подвигах святого Андрея Блаженного. Благодарю за душе. Владыка Благословитель. Спаси Господи отец Андрей. Мы с вами, дорогие отцы, начали изучать житие и получение великого святого Христа ради и родио Андрея. Но я свой выбор остановил на его житии, поскольку это житие познакомит нас с проявлениями духовного мира, который был виден Андрею Христо радио и родио напомнит нам о реальность его существования, о том, как он на нас влияет, этот мир, как мы на него можем влиять, как мы можем бороться, как нам нужно защищать свою душу. Видите, вот у нас есть тело и душа, а высшая часть души это дух. Тело, оно подвергается различным увечиям, ну, по причине, скажем, механических повреждений или ожогов, или химических ожогов, или каких-то облучений, излучений, ну, повреждается тело. И, ну, разной степени, может тело восстановиться, может быть, на долгое время увечья. А душа, тоже она уязвима, только уже от предметов духовных, потому что, когда, вот как святые говорят, когда человек примет хотя бы один помысел плохой, злобный, завистливый, горделевый, или плотской, или еще какой-нибудь, то душа изменяется, она травмируется, и, вот как святые говорят, что человеческая душа, в принципе, на тело похожа, но от принятия даже помыслов, она искажается, и похожа на дьявола. Тем не менее, сам человек узнается, но его черты лица, скажем так, душевного, они меняются, злыми становятся. А потом, если человек закосневает в этих грехах, то и тело, бывает, лицо тоже искажается под действием пороков души, тоже бывает, отображает эти пороки. Вот здесь видно, насколько важно разумевать, где от Бога мысль, а где от дьявола. И важно бороться за свою чистоту, за смирение ежеминутно. До этого есть как средство молитвы Иисусова возможность отгонять злые помыслы, призывать на помощь Господа. Очень интересен момент, когда ангелы повелевают вступить в брань с духом злобы, бороться. Здесь проверяется мужество, утверждается мужество Андрея. Но как бороться? С помощью креста. И здесь проявляется та немощь человеческая, которая без Божьей помощи ничего не может сделать. И если человек смиряется своей немощи, то здесь проявляется уже сила Божья. То есть в этом фрагменте показано, как ангелы понуждают его к мужеству и смирению. И весь подвиг этого великого святого это и есть мужество в подвигах и смирение в этих же самых подвигах. Дальше будем изучать это славное житие и очень много поучительных будет моментов, историй. Для себя нужно делать выводы как недавно мы у лестящика читали узнавая о жизни таких великих святых мы не должны дерзать на такие великие подвиги но похвально им удивляться и молиться но в то же время в чем-то подражать мы обязательно должны не можем мы сейчас стать юродивыми это не требуется от нас но когда предстоит в случае смириться когда предстоит в случае простить нашего обидчика который не по своей воле бы вас сделал по научению дьявола вот помолиться искренне за этого обидчика то надо с Божьей помощью с помощью святых великих тоже проявлять стараться эти добродетели если не получилось приносить в этом искренне глубокое покаяние понимая что пока у нас не получается наше спасение сомнительное ведь это важно поэтому прошу всех вот всех нас задуматься и постоянно иметь это в памяти и еще мы вот видим Андрей Божий Андрей как побеждал дьявола побеждал с помощью памяти смертной и для обычных людей душевных это кажется неправильным это кажется приводящим к отчаянию к угнетенному состоянию а на самом деле как получают святые отцы память смертная мобилизует человека сохраняет человека охраняет его от падений поэтому надо научаться такой памяти смертной благодарим отец Андрея спасибо Господи за ваш рассказ спасибо